Посмотрите внимательно на эти фото и скажите, зачем делать ружья, которые сложно удержать даже двоим людям? А теперь посмотрите сюда. Историки говорят, что эти книги, некоторые из которых весят сотни килограмм, делались как сувениры и коллекционные издания. Примерно то же самое историки говорят нам о мечах длиной более трех метров, которые с трудом может даже поднять современный мужчина. Или что вы скажете о таких дверях? Высота некоторых более 10 метров. Неужели тоже строили такие сложные конструкции просто для красоты? А что если историки по своему обыкновению нам опять не договаривают и еще совсем недавно рядом с нами жили великаны вроде вот этого? Вы снова на канале, где раскрываются глаза на наше реальное прошлое и научно доказываются знания наших предков. Если считаете, что мы подняли важную тему, ставьте большой палец вверх под видео и смотрите ролик до конца. Мы накопали для вас массу интересного. Осознание До наших дней сохранились предания самых разных народов о гигантах, некогда заселявших Землю. Еще Гомер писал об одноглазом циклопе и о коварных великанах-листригонах, которые подстерегали спутников Одиссея в Балаклавской бухте. Наши предки рассказывали о великанах Святогоре, Усыне, Добрыне, Горыне. И вот такая деталь. В русских пылинах, в отличие от преданий многих других народов, отношения с великанами складывались мирно и даже дружески. Интересно, почему? Осетинский эпос «Сказание о нартах» рассказывает о борьбе нартов с великанами. В мифологии древнего мира на плечах гигантов были созданы все первые цивилизации. Индия, Египет, Китай, Древняя Греция, Скандинавия. Ацтеки считали, что именно древние исполины некогда воздвигли гигантские пирамиды. Согласно глиняным табличкам, жрецы Шумера и Вавилона получили свои знания от людей-великанов, спасшихся от потопа. Вот далеко не полный список стран, где сохранились легенды о древних гигантах. Так может, все это неспроста? Может, великаны были на самом деле? Но если так, они не могли исчезнуть бесследно? Давайте разбираться. Вашему вниманию 10 фактов, что великаны действительно существовали в недавнем прошлом. Первое. Гигантские следы. Такие следы обнаруживают по всему миру. Вот, например, фото, опубликованное китайским информационным агентством СИНА. Следы были обнаружены на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу, недалеко от деревни Пиньянь. Огромная ступня отпечаталась почти полностью, другой след смазан. Мягкая порода, в которой был оставлен отпечаток, давно окаменела. Следы эти примерно в 2,5 раза крупнее обычных человеческих, более 60 сантиметров. Судя по всему, рост великана должен быть не менее 5 метров. Есть и более крупные следы. Самый известный из них обнаружил в Южной Африке местный фермер Стоффел Коэдзи еще в начале прошлого века. Длина ступни 1 метр 28 сантиметров. Такой след мог оставить гигант ростом около 10 метров. Быть может, умелая подделка, но ученые утверждают, что по официальной хронологии след застыл сотни миллионов лет назад, когда порода была мягкой. Второе. Библейские предания. Коран. Об Исполинах или Нефилимах упоминается в пяти книжах, первых пяти книгах Ветхого Завета, чаще всего в книге Бытия и книге Иова. Многим знакомы строки из Библии. В то время были на земле Исполины. Вспомните также библейскую историю о Давиде и филистимлянине Голиафе. О последнем прямо говорится, что он был потомком великанов Рефаимов. Вот донесение разведчиков, посланных Моисеем в Палестину. Там видели мы и Исполинов от Исполинского рода, и мы были перед ними как саранча. Это каким же должен быть рост Исполинов, чтобы человек рядом с ним казался саранчой? Если это, конечно, не гипербола. Примерно около 50 метров. Но это вообще что-то немыслимое. Но вот Карл Линей, знаменитый естествоиспытатель и создатель системы классификации растений и животных, каким-то образом вычислил, что рост перволюдей, Адама и Евы, был 40 и 35 метров соответственно. В Коране тоже говорится о великанах, которые были выше самых высоких пальм. Например, пророку Ною помогал строить ковчег великан по имени Ууджа. Описывается также целое племя великанов. Их называли Адитами. Самые низкие из них были ростом в 60 локтей, примерно 18 метров. Кстати, не так давно в южном Йемене были найдены развалины города великанов Убара. Примечательно, что и названия этого города, и огромные колонны упоминались в Коране. Ведические источники тоже рассказывают нам о целой расе великанов. В индуизме их называли Тайти. К их роду принадлежали некоторые герои древнеиндийского эпоса. 3. Исторические свидетельства Известный историк Иосиф Флавий, первый век нашей эры, не сомневался в существовании великанов и оставил такое описание. Тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно. Овца Ани, живший во II веке, рассказывает о том, что в Сирии был обнаружен хорошо сохранившийся скелет человека ростом более 5 метров. Кстати, в русских летописях говорится, что в битве на Куликовском поле против русских богатырей Пересвета и Ослябя был выставлен гигант ростом 4 метра. Арабский путешественник первой половины X века Ибн Фадлан в своих записках утверждал, что сам лично видел 6-метровый скелет, который ему показали подданные хазарского царя. Но это когда еще было? Но оказывается точно такой же по размеру скелет русские писатели-классики Тургенев и Короленко своими глазами видели в Швейцарии, в музее города Люцерна. В 1577 году эти кости были обнаружены в горной пещере врачом Феликсом Платнером. В хрониках есть упоминания и о том, что испанский военачальник Канон обнаружил в одном из храмов ацтеков скелет ростом в целых 20 метров и послал подарок папе Римскому. Интересно, сколько таких скелетов хранится в Ватикане и почему ни одного не осталось в музеях? Четвертое. Предметы великанов. Книги, перстни, ружья, мечи, ступеньки, двери. В отличие от археологических находок, доказывающих существование великанов, в музеях можно обнаружить внушительное количество гигантских ружей и мечей. Наверное, это потому, что историки придумали им разумное, как они считают, объяснение. Мечи якобы изготавливались для ритуальных целей. Ну, допустим. Кстати, посмотрите на эту фотографию, сделанную в одном из европейских музеев. Рядом с гигантскими мечами справа внизу для сравнения казацкие сабли. В Японии и Китае та же история. Мечи в человеческий рост и выше. А тут мы видим, как команда из трех человек тащит огромное ружье. По мнению историков, такие ружья это якобы гусятницы и утятницы. Но вот незадача. И курок, и цевьё, и приклад по величине явно не подходят обычному человеку. Мало того, ствол нарезной, значит, заряжается пулей. А настоящие ружья на пернатую дичь гладкоствольные. Они бьют картечу. Как вы думаете, удобно ли стрелять из такого ружья? Понятно, что существование гигантских книг иногда в человеческий рост тоже объясняется ритуальными целями. Да, но почему тогда они написаны таким огромным шрифтом? В библиотеке Ватикана таких книг множество. Есть они и в Доминиканском монастыре 15 века в португальской Венеции. Там их не выставляют. Зато можно увидеть двухметровый пюпитр для чтения книг. Это для кого же он был предназначен? Двери якобы делались такими высокими, чтобы можно было проносить знамена и хорубья. И это при том, что в холодном климате такая дверь – это серьезные теплопотери. В Петербурге и многих других городах сохранились вот такие скульптурные атланты. Не правда ли? Им больше подходят все эти огромные окна, двери и ступени, которые делались такими огромными якобы для красоты и подтверждения величественности. Осуществование этого предмета вообще не поддается объяснению. Этот огромный перстень хранится в Эрмитаже. Предназначен он для руки как минимум в два раза крупнее человеческой. Почему-то он называется папский перстень. Тут уж сложно оправдать такие размеры ритуальными целями. Пятое. Список Смитсоновского института и свидетельства археологов. Возможно, вы слышали о громком скандале, связанном со Смитсоновским институтом, который признал, что уничтожил в начале 1900-х годов тысячи гигантских человеческих скелетов. Верховный суд США постановил обнародовать Смитсоновскому институту засекреченные документы, доказывающие, что гигантские человеческие скелеты в количестве десятков тысяч были найдены по всей Америке. А вот уничтожены они были для защиты господствующей хронологии эволюции человека. Во время судебного разбирательства, по словам представителя Американского института альтернативной археологии АИАА Джеймса Чарварда, всплыли новые детали, подтверждающие факт такого уничтожения. В итоге суду была продемонстрирована бедренная кость человека длиной 1 метр 30 сантиметров, которая была украдена одним из кураторов института и тем самым спасена от уничтожения. Вот только несколько загадочных находок прошлого века, подтвержденные археологами. В 1899 году шахтеры Рурской области в Германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом от 210 до 240 сантиметров. В 1890 году в Египте археологи нашли каменный саркофаг, в котором находились мумии двухметровой, рожеволосой женщины и младенца. Чертами лица и сложением мумии резко отличались от древних египтян. Похожие мумии мужчины и женщины с рыжими волосами были обнаружены в 1912 году в Ловлоке, Невада, в пещере, вырубленной в скале. Исследователи установили, что рост мумифицированной женщины при жизни составлял 2 метра, а мужчины около 3 метров. Но люди примерно такого роста встречаются и в наши дни. В библиотеке Оксфордского университета в книге «История и античность» есть документальный отчет о находке гигантского скелета, сделанный в Камберленде. Гигант зарыт в землю на глубину четырех ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета составила 4,5 ярда. Это 4 метра. А вот более позднее открытие. В 1936 году немецкий палеонтолог и антрополог Ларсен Коль нашел скелеты гигантских людей на берегу озера Элайзе в Центральной Африке. 12 мужчин, погребенных в одной большой братской могиле, имели при жизни рост от 350 до 375 сантиметров. В период Второй мировой войны на территории Польши был найден окаменелый черепом высотой 55 сантиметров. Это в три раза больше, чем у современного взрослого человека. Согласно расчетам, рост гиганта должен был составлять не менее 3,5 метров. О 58-сантиметровом черепе, обнаруженном на Аляске, сообщал известный зоолог Айвин Террен Сандерсон. А вот и совсем недавние сведения. В 2011 году во время научно-практической экспедиции был собран материал о великанах, некогда населявших некоторые районы Армении. Арцрун Авсипян, директор исторического комплекса Гошаванг, рассказал, что в 1996 году при прокладывании дороги через холмы были найдены кости такой величины, что когда их прикладывали к себе, то они доходили до уровня горла. Комитос Алексанян, житель села Аба, говорит о том, что местные жители находили черепа и кости ног очень крупных размеров, почти с человека. По его словам, один раз это было осенью 2010 года и еще два года назад, 2009-го, на территории нашего села, где находится могила святой Варвары. Рубен Манацаканян обнаружил в 1984 году огромные кости. Длина скелета составляла приблизительно 4 метра 10 сантиметров. Череп я нес в руках и мог видеть перед собой не ближе 2 метров. Таков был его размер. Голень составляла примерно 1 метр 15 сантиметров. Эта кость тоже была не из легких. Павел Аветисян, директор Института археологии, утверждает, что на территории Гюмри в районе Черной крепости были обнаружены огромные черепа и даже целые скелеты античного периода. Я просто опешил, потому что, наверное, большой палец такого человека был бы толще, чем моя рука. Я сам участвовал в раскопках и часто встречал останки людей, которые были намного выше меня. В селе Танзотап есть очевидцы, которые рассказывали о гигантских костях. Берцовая доходила до пояса самого высокого из них. Кости нашли в 1986 году, когда делали террасы для фруктовых деревьев. Там же был обнаружен огромный кувшин высотой 2 метра. Шестое. Гигантские строения. Гигантские здания и мегалитические сооружения обнаружены по всему миру. Чего стоит один только Баальбек. Примерно в 20 километрах от Баальбекской веранды в каменоломне до сих пор лежит огромный 25-метровый гранитный блок весом в 1000 тонн. Кому и для чего понадобился такой блок, который примерно в 15 раз тяжелее полностью загруженного стандартного железнодорожного вагона? И вот что интересно, чем древнее сооружение, тем крупнее блоки, из которых оно построено, и тем совершеннее обработка материала. Сохранились описания древнейшего храма в Карнаке, а сейчас это развалено. Так вот в этом храме было 140 колонн, а высота его была такая, что внутри можно было бы поместить собор Парижской Богоматери, причем не достигая потолка. Седьмое. Рисунки Пиранези. Знаменитый итальянский художник, архитектор и археолог 18 века, мастер архитектурного пейзажа Джованни Батиста Пиранези составил наиболее полную коллекцию изображений античных памятников. Посмотрите внимательно на этот рисунок. Вот это явно черепа людей. Попробуйте сами сопоставить их размеры. Все говорит о существовании рядом с человеком неких гигантов. Или огромные черепа рядом с барельефом, изображающими людей нормального человеческого роста. Восьмое. Скульптура и барельефы. А теперь посмотрите на знаменитые египетские барельефы, скульптуру и папирусы. Тут показаны фигуры гигантов и рядом с ними обычные человеческие. Нам говорили, что так древние египтяне изображали богов, а может это реальные пропорции, изображенные с натуры. Подобные изображения встречаются в самых разных культурах. Девятое. Сам факт существования гигантских организмов в древности. Почему-то никого не удивляют размеры животных, существовавших в глубокой древности. Все эти динозавры, птеродактилы, пещерные медведи, саблезубые тигры или даже стрекозы и птицы с гигантским размахом крыльев. Биосфера, надо сказать, располагала гигантизму. Исследователи замерили давление в пузырьках воздуха в янтаре. В пузырьке оказалось 8 атмосфер, а содержание кислорода 38%. Потому и птицы с птеродактилами были огромными, было на что опираться крыльям, да и вес ощущался гораздо меньше, что позволяло существовать гигантам. А вспомните, почему Светогор ушел под землю? А потому что мать сыра земля уже не выдерживала его веса. Так почему же не жить в таких условиях исполинскому человеку? А потому что тогда придется признать, что история человечества, но никак не умещается в узкие временные рамки, отведенные ей официальными историками. Десятое. Современные люди аномально высокого роста. Таких было достаточно много, и они продолжают существовать сегодня. Самым высоким человеком в мире до сих пор остается наш с вами соотечественник Федор Махнов. Его рост составлял 285 сантиметров. Почти 3 метра. Сохранились фотографии этого великана. И, кстати, в отличие от многих других высокорослых людей планеты, рост Федора не был вызван генетическим или эндокринным заболеванием. Это был вполне здоровый и пропорционально сложенный человек. Посмотрите на эти фотографии. Глядя на них, трудно не поверить в существование древних великанов. И вот еще одно косвенное свидетельство. В начале этого века в рамках конкурса «Археологические аномалии-2» его участникам предлагалось талантливо сфабриковать какую-нибудь удивительную археологическую находку. Например, черепа и кости великанов. Как вы думаете, для чего это было сделано? Не для того лишь, чтобы реальные изображения и свидетельства утонули в потоке фальшивок? В современной науке еще очень много белых пятен. Какие-то из них результат несовершенства методов исследования. Но какую-то информацию от нас скрывают намеренно. Ставьте палец вверх, если ролик вам понравился. И если видео было для вас полезным, делитесь им с друзьями в соцсетях и мессенджерах. И да пребудет с вами осознание.